Время войны шли на протяжении 140 дней. Я думаю, что когда вы к нам еще раз приедете, мы обязательно вместе с ребятами в следующем году, еще раз напоминаю, исполнится уже 50 лет. Ну, а мне хотелось бы вам показать еще одну фотографию, коль сейчас с вами будет увидено. В уголочек туда смотри, чтобы он смотри. Хорошо. Мы сделали у себя на приходе группу, где ребята учатся экскурсионоведению. То есть, чтобы знать православную историю своего города, своего храма, себя, все. И вот о том, что это за храм, какова его история, этого красивейшего храма, почему он именно так отстроен, когда... ...из храмов этого города. Он назвался в честь успения Божьей Матери, который находился на набережной. В 1991 году митрополитом Германом был заложен первый кирпич в храм святого правила Новоанн-Кронштадтского. Также в этот же день был освящен за всю историю храма изменилось в три настоятеля. Первым настоятелем являлся иерей Владимир Байбаков. Он пробыл в нашем храме с 1992 года по 1994 год. Вторым настоятелем был иерей Михаил Земляной, который прослужил в нашем храме всего лишь один год. Это с 1994 года по 1995 год. И, наконец, его сменил игумен Елисей, который сейчас является иерейским папкой в Новоаннской епархии. Сейчас, подожди. А вот, ребятки, мы вам покажем храм. Сейчас. Видно? Да. Вот так наш храм выглядел в 1993 году. Это вот первый храм. Вы видите, что никаких больше построек нет. И, может быть, в глубине увидите кого? Патриарха Алексея II. Вот в 1993 году он пребывал в нашем храме. И в 2001 году был заложен кирпич в основании большого храма. Но строительство пришлось отложить на несколько лет, потому что возникли финансовые сложности. Лишь в 2007 году строительство было возобновлено. В 2009 году, через 180-летие со дня прославления Стоправедного Эмна Кронштадтского, состоялся Всероссийский крестный ход. Участники крестного хода прибыли из разных уголков страны, чтобы поклониться этим святыням и обойтись с ним весь город. Из Санкт-Петербурга, прибывая к вам Стоправедного Эмна Кронштадтского, жители Волгограда желали поклониться этой иконе. Их было более сотни. И в 2012 году, 3 ноября, было завершено строительство наружной части. И был установлен крест, купол с крестом на вершине. Да или нет? Да, молодцы. Молодцы, большие молодцы. Ну а мы хорошие. Я думаю, что вы знаете, какая икона. Давайте мы с вами попросим наших коллег и ребят. Вот она. Мы сегодня про нее вам расскажем. Мы бы очень хотели услышать и ваш рассказ тоже. Спасибо, Господи. Явилась 8 октября по старому стилю, 21 октября по новому стилю, на Святых Горах, у нас нашего города. Ухода, тихо. Явилась она трем женщинам. Одна Линка Мазарева, которая находилась там все это время. Она строила там пещерам. И двум другим женщинам. Одна из которых болела в облачении без киоты. То есть они не знали, откуда она. И тогда это перенесли в свое жилище и молились ей. А в дальнейшем она была перенесена на урши. И наш главный собор, Вознесенский. Но потом чудесно в церкве в казачьей церкви. И после многочисленных таких. Но также известно, что в советские времена наш город и вообще все. И тогда была принята попытка изъять эту икону из нашего храма. Такое великое горе. И так наша святыня осталась в нашем храме. Находится у нас в воскресной школе. И все мы очень почитаем эту великую святыню, молимся ей. Она очень помогает. Ну так же мы поэнтри, поэнтри, поэнтри. Вы большие молодцы. Спасибо вам большое. Очень интересная информация. Я так понимаю, что совсем скоро у вас будет праздник. И у нас общий праздник. Да? 21 октября. Правильно? По новому стилю. Да. Клюния. Клюния. Я понимаю, знаете, уже очень хорошо. Не первый раз в нём участвуете. И вот я всем вашим ребятам ещё раз хочу сказать, что в конце ноября, а если быть точнее, это 19 ноября, у нас уже пройдёт четвёртый открытый городской фестиваль православной святыни Волгограда и Волгоградской области с различными секциями 19 ноября вас увидеть, ну, хотя бы по скайпу. Хотя бы по скайпу. Конечно, мы всегда, да, рады приедутся даже. Я думаю, что мы к вам приехали. Ой, так хорошо. Мы будем очень рады тому, что... Конечно, рисунки. Конечно, рисунки. Ещё рисунки. Есть у нас и подделки различные, то есть вы можете из семей. И традиции православия уже на протяжении нескольких веков, нескольких веков чтущие. Даже можно взять какую-либо икону, которая у вас в доме в красном углу висит, переданная ещё вашими бабушками, прабабушками, прадедушками, и узнать о ней. Методики могут быть разные. Просто, допустим, интервьюирование своего родственника. Всё записать. И со слов, кого записана эта информация. Или какая-то, может быть, дома вот история фамилии. Ведь очень много говорят о носителе. Какую-либо работу ведёт непосредственно ещё и ваша воскресная школа, миссионерскую, наработки вашей души, вашего сердца. Да, да, расскажите, пожалуйста, мам, немножко. Да, свободный микрофон сделаем. Да, 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 да. Город был открыт в 1618 году. Так ограничено окрестное резантское языкоство и было селён доски вверхозактах. Есть несколько версий пояснений, ими нашему бабушке. Одна связи с Тарлосом, что было с Полуфа, что по-свою дали означает «миряжный» или «грязный». Это очень была познавательная информация, мы узнали много нового, и о коне Пресвятой Покрова Пресвятой Богородицы, и мы почувствовали себя такими же, как и они. Только мы про свой город рассказывали, а не про свой. Также их воскресная школа выбрала основную деятельность, это участие в услужениях. У нас в воскресной школе, к примеру, ведется очень активно крееведческая работа, то есть мы проводим различные экскурсии, пробуем себя в деятельности как экскурсоводы. То есть нам все это очень нравится, и хотелось бы, чтобы это не заканчивалось и продолжалось. Да, мы узнали новое об Урупинской иконе Божьей Матери, допустим. Я даже понятия не имела, то есть я не знала о таких мельчайших частиц, о ее житии. То есть и сейчас эта информация, как бы мы получили эту информацию. И как бы мы теперь можем делиться этой информацией с другими людьми. То есть сейчас мы готовимся к совместной викторине, то есть мы планируем, чтобы та воскресная школа приехала к нам и как бы узнала о нашем храме, о нашей воскресной школе все более больше. И как бы чтобы эта игра прошла как бы в успех нашей воскресной школы и ихней, то есть чтобы поднялась и ихняя, и наша репутация, чтобы мы все чаще виделись и как бы вот так вот таким образом познавали друг друга. Мы считаем то, что, конечно, нужны, потому что не все города способны приехать как бы к нам. Это очень далекое расстояние. И как бы единственный выход это скайп. И также мы можем познавать... У них много налогов. Рассказывать о нас, они могут рассказать о своем храме. То есть это сплочение, сплочение детей. Это очень интересно. Как бы хотелось бы, чтобы не только с Урюпинском мы ввели такое общение, то есть с другими городами России тоже. Да, нужны, потому что многие люди могут видеть наш разговор или могут даже просто вот услышать это и узнать много нового, или рассказать своим родителям, или участвовать тоже в таких же мероприятиях, узнавая эту вещь, участвовать в конкурсе. По благословению епископа Елисея и настоятеля прихода храма святого праведного Иоанна Кронштадтского Ирея Олега Ивашенко, сегодня у нас состоялся пробный такой интернет-урок по скайпу, где мы познакомились с историей наших храмов, Кафедрального Покровского храма и храма Иоанна Кронштадтского города Волгограда. Ребята рассказали об истории города Волгограда, а наши друзья рассказали об истории возникновения славного города Урюпинска, о его достопримечательностях, а также мы поговорили о досточтимой иконе Урюпинской Божьей Матери. Урок этот, это прежде всего урок добролюбия, где мы друг у друга учимся, всему самому-самому интересному. Я хочу сказать, что нашей школе в этом году исполняется уже 20 лет, и школа была создана также и по благословению епископа нынешнего Елисея, и поэтому череда мероприятий, интернет-уроков, которые мы планируем не только в Урюпинском, но и хотим выйти в Кронштадт, дабы узнавать историю, связываться с городами России, с воскресными школами. Я думаю, что будут большим откликом в сердцах ребят, потому что к этим занятиям они готовятся совместно с родителями, узнают много нового, а ту информацию, которую получат на уроках, обязательно расскажут уже своим сверстникам, своим родителям. Я думаю, что этому быть, продолжение этого обязательно будет. Скажите, пожалуйста, вы сидели среди ребят, ваше мнение, понравилось ли это ребятам, как они готовились, понравилось ли это, и вообще, как они настроены на дальнейшее такое сотрудничество, так сказать, с другими ребятами, такими же, как они с других городов России, допустим. Представляете, нас разделяет 360 километров, А сегодня казалось, что мы все сидим за одним столом, и у нас одна общая проблема, и у нас это желание узнать и познать, и у нас объединяет всеобщая любовь Божья, потому что мы сегодня говорили и о богослужениях, и о святых, и о любви к своему краю. И вот расстояние, которое есть, оно вдруг стирается, и вдруг понимаешь, что мы все одна семья, и все, что делается, делается во славу Божию. Добрые, хорошие связи, поэтому такое общение, оно, ну, обыдок служит к обогащению, да, традиции одной воскресной школы, другой воскресной школы. Там директор очень активный, Наталья Алексеевна Андреевич, здесь у нас очень активная такая директор воскресной школы, Нона Станиславовна Козлова. И вот так они как-то между собой нашли общее дело, общее дело, я думаю, это краеведение, потому что та воскресная школа уже давно занимается краеведением, потому что она мне близка, я там был настоятелем этого прихода, если так и правильно, на Кронштадтского. И эту работу мы тогда просто начинали. Слава Богу, что вот нашлись люди, которые искренне увидели и заинтересовали в этом детей. А когда, конечно, познакомились здесь уже, именно с местной школой, увидели, какие здесь огромные богатства таятся, да, в Урюпинске. Чем более наш Покровский собор, икона, чудотворная икона явленная, в Урюпинской иконы Божьей Матери, место явления иконы, другие храмы, которые сейчас у нас здесь восстанавливаются, например, Свято-Михайловский храм, Архангела Михаила в Типикино, да, в Станице Типикинской, Станица Котововская, например, да, вот, пожалуйста, Станица Михайловская. Конечно, это все, как думаю, воодушевляет наших вот именно ребятишек, учащихся в воскресной школе, вот такой доброй работе. Уже начинаем писать работы, довольно-таки серьезные работы пишут на эту тему. И итогом, можно сказать, такой работы явилась в этом году, в марте месяце, да, в марте месяце, 5 апреля, он как раз в день победы Александра Невского над рыцарями в 1242 году, да, вот и день состоялась у нас первая кровеческая конференция здесь, в городе Урюпинске, где приняли участие учащиеся не только вот воскресную школу, да, не только, но и общеобразовательных, и не только именно нашего города, нашего района, а мы постарались включить большинство школ нашей епархии, ну и также города Волгограда. Поэтому, ведь я вижу, это очень важные, важные шаги, вещи такие, потому что, ну, это практическая работа, ты занимаешься историей родного края, историей малой родины, ну а что еще может ближе быть, правда же, вот так-то, ты живешь, в своем городе живешь, если ты будешь любить свою родину, значит, будешь любить малую родину, будешь любить большую родину свою, да, все же с малого начинается, к любови к маме, к родителям, к папе, к маме, к своему дворе, к своему дому, да, к людям, которые рядом живут, болезненность за это дело. И, конечно, это, ну, как бы вот, естественно, что маленький человечек, он вырастает уже у большого человека. Мне бы хотелось сказать патриота, да, вот. Ну вот я бы это так кратко сказал, что какое событие произошло, да, на вот это общение, слава Богу, как-то у них вот, у кого-то эта мысль родилась, ну она же родилась, как будто, и почему-то многие считают, что церковная такая жизнь, она вот где-то так стоит где-то на задворках, на каких-то задворках, да ни в коем случае. Церковная община составит кто? Люди, которые приходят именно отсюда, с мира, да, миряне приходят, вот. Откуда они, миряне? И меня, к сожалению, я бы хотел сказать, удивляет такое, ну, невнимание, можно сказать, вот какое, ну, я бы сказал, пренебрежение, так вот именно, средствами массовой информации, вот как-то, да, вот. Вот, вот, я в общем говорю, когда как-то к этой тематике относятся так, не церковь, а отделенная государством, ну, подождите, у нас 90% в городе крещённых людей, и как это, как это, или в области можно, большая часть людей, которые им являются крещёнными людьми, православной вере, почему эту тему мы должны как-то вот отдалять, замалчивать, то такая же тема, это жизнь. Почему, например, мы поздравляем многие полосы на газетных страницах у нас, там, Дню строителей, Дню такого, а вот это какое-то великое событие, относящееся к области, городу, да, например, благоверного князя Александра Невского, День Жен-Мироносец, Покров Божьей Матери, а все к нашему городу относящиеся, другие, ну, как-то замалчиваются, как-то вот, как-то тихо, это, я думаю, это не беда, не вина кого-то, это просто наша общая беда, да, и поэтому вот в городе Волгограде, как мы знаем, 12 октября приходила очень важная видеоконференция по всей области, да, когда именно комитет образования области и науки, да, вместе с Волгоградской митрополией, именно митрополией не только одной епархии, а именно митрополией, где собрались архиереи, священнослужители, преподаватели и руководители областных отделов образования, районов, городских, да, вот именно и стали говорить о предмете основы православной культуры, о внедрении этого предмета, вот. Вот, я, конечно, далек от таких, как говорится, каких-то розовых таких вот представлений, что все, вот конференция прошла, и все нормально, да, что этот предмет, он как-то все приняли его как внутренний, вот. Но все равно шаги какие-то делаются. Они еще были сделаны при ныне покойной святейшем Патриархе Алексея II, которую именно и русская православная церковь, которая обратившись тогда в государственные органы, предложила вести этот предмет, основу православную культуру, в сетку именно часов, да, школьной программы. Но и в то же время предложили, наша же церковь предложила и другим исповедованием религиозным, как, например, буддизм, ислам, иудаизм, тоже вести свои предметы. Ну, лидеры эти конфессии сказали, вот вы, православные, вы идите, а мы уже за вами там, да. И ни в коем, как говорится, народе не ставился вопрос о включении в школьную программу предмета закона Божия. Нет, мы говорим о нашей культуре, да, о нашей культуре, о русской культуре, которая была пронизана православной верой. Поэтому и было предложено и другим культурам тоже свои предметы. И также, чтобы не было, как бы, ну, не говорили, что вот насаждается такое, вот оно в обществе некие клерикалы, захваты, все в школы входят везде. Тут наша же церковь предложила, давайте еще введем, кроме предмета, основы православной культуры и основы светской этики. Поэтому сейчас, как мы знаем, вот в четвертом классе у нас, да, есть такой предмет, основы религиозной культуры, светской этики, где преподаватели, то есть где родители могут выбирать для своих детей тот или иной компонент. Ну, вот как-то замечено, что в районах выбирается все-таки больше предмет основы православной культуры, в городах больше основы светской этики. Но здесь, к сожалению, вот мы заметили такую тенденцию, что некоторые директора школ, пользуясь таким положением, именно таким насильственным, можно сказать, волевым решением, сами вводят этот предмет, основы светской этики, да, хотя эти предметы должны выпираться на собраниях родителями. Поэтому эта конференция была этому и посвящена. И глава митрополии Владыка Герман так и сказал, что нас очень долго разделяли. Сейчас у нас наступил момент, когда мы все-таки встретились, говорим об этом, мы рассуждаем об этом, мы все-таки задумываемся над этим. Ведь что такое культура? Это ведь базис нашей жизни. Если мы, например, оставим только надстройки, экономику, науку, бизнес, да, что еще там, другие какие-то там именно надстроечные вещи, а о культуре заботиться не будем, то, знаете, это получается, что если вот как корня нет, то дерево что, оно засыхает и листочки падают. Вот так можно сказать, что вот такие надстроечные элементы, они будут падать. Поэтому очень важно, чтобы в школах именно вводился, расширялся предмет нашей культуры. Я еще говорю, что это не предмет закона Божия, это предмет нашей именно православной культуры, где говорится о нашей культуре. А наша культура, она проходила через призму православной веры. Посмотрите, да, ведь был базис, да, была основа, и кто появлялся? Появились Ломоносовы, появились Суворовы, появились Кутузовы, появились Левитаны, хотя он человек не русской национальности, он считал себя русским человеком, да? Саврасовы появились, Толстые появились, да, Пушкины, Лермонтовы, да? Где же наши Маяковский, Есенин, и мы так сказать, они от кого произошли? Пусть там Маяковский, там, революционный поэт, но откуда он вырос, да? С той же культуры. Вот. Поэтому, если есть культура, есть основы, то, естественно, будут и вырастать, конечно, из-за этой основы будут вырастать какие-то и побеги, плоды. Основа, она вот как, знаете, вот базис, он как вот такой ниточка такая, которая связывает все. Вот как бусинки можно представить, да? Вот, и вот на эту нить, на эту основу нанизываются разные вот такие, естественно, эти шарики, да, которые являются вот нашим наукой, искусством, да? Деловые люди, вот, спорт, можно другие перечислять, да? Поэтому мне бы хотелось бы, конечно, именно обратиться вот ко всем, да, жителям нашего города, руководителям, руководителям именно и образования, как и районного, как и городского, так и районного, хотелось бы, да, преподавателям, что важность этого понимания, важность, что это ведь не просто церковь идет в школу, хочет захватить. Да не хочет она этого захватить ничего, как они никто этого никак не могут понять. Она просто, мы хотим, чтобы люди вырастали, да, вот, нормальными, чтобы по ночам спокойно спали, они ездили в три часа ночи, да, с громкими усилителями, да, около там тех районов, где дети спят, да, вот, или другого не было, чтобы у людей было понимание, что есть время отдыха, есть время развлечений, есть время труда. Это же тоже культура, правда же? Откуда же это берется? Вот так. Поэтому здесь во многом это зависит от нас. И я считаю, что это была очень важная конференция, видеоконференция первая такая. Я очень благодарю наших священнослужителей, которые активно приняли участие в этой видеоконференции, отдел нашего религиозного образования, Урюпинской епархии, под руководством отца Константина Зелинского, да, вот, что они очень активно приняли участие вместе с другими епархиями, представили нашу, 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 как говорится, этот регион Урюпинской епархии, в которую входит 15 районов, и как-то старается именно, несмотря ни на какие, вот, отношения к нам там со стороны образовательно кого-то там как-то негативно или положительно, всегда находить общий язык. Это важно. Потому что критиковать поругаться легко, а вот найти общий язык вместе с ними, да, посотрудничать в этом, это, конечно, бывает непросто. Но я вижу, мне очень радует все равно. Как бы это еще не было, как бы еще внешне пока, да, но все равно есть уже какое-то взаимопонимание. И меня это очень радует. А вот сейчас вот с Урюпинским, например, городским отделом образования, я очень благодарю Светлану Владимировну Зубцову, районным отделом образования, Ирина Анатольевна Воронина, что они все-таки именно вот понимают важность этого дела, да. Слава Богу. Поэтому мне кажется, что оно сдвигается, но постепенно сдвигается все с этой точки. Хорошее дело ведь оно быстро не делается, да. Это, оно должно бы охватить, чтобы это проникло, а люди осознали это в своем сердце, да, в разуме своем, что это необходимо. Я думаю, что это осознание со временем придет, все будет приходить все больше и больше и больше. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok